Хоба, привет, с вами доктор Влад. Ну что, у нас погода плюс один, ну сейчас ночь, да, а днём будет плюс пять, так что снег, до свидания, снег. Вчера он полежал хорошо, а сегодня уже не будет. Я, знаете, ещё о чём подумал, ну вот вы все в курсе, я сейчас готовлюсь к экзаменам, к очередным. Но вам, вот если вы поедете в Америку, тоже светит, в каком бы возрасте вы не поехали, вам тоже светит сдавать экзамены. Экзамены на гражданство обязательно, ну, в общем, он, он сейчас, вот как я вижу, да, он такой простой. Там даже английский язык тоже очень простой, очень примитивный. Экзамен на вождение, на права, на водительские, ну, в общем, там тоже не так сложно. Там единственное, что сложнее, если вы никогда не сидели за рулём, на вроде меня, да, то, ну, всё-таки придётся учиться водить, конечно, да, рефлексы отработать. А так, придётся, да, ребята, я уже не говорю, если вы будете учиться в колледже, в университете. Там, само собой, просто вот обычному обывателю, домохозяйке придётся сдавать экзамен. Ладно, чё у меня сегодня новости, какие? Да, тут, а, интересно, знаете, как, вчера я говорил насчёт того, что Путин всё время врёт, да, вот, а, значит, мне тут одна женщина так классно ответила, Путин даже когда молчит, то врёт. О, как, да, здорово. У меня вообще очень интеллигентная публика на канале, мне это очень приятно. Вот, ну, сегодня у нас 14 января, сегодня Старый Новый год, я вас тоже всех поздравляю. Вот, ну и поехали по новостям, чё у нас. Иван Глунов на полицейских, задержавших меня, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ну, помните, тот журналист, который расследование вёл очень острое, ему подбросили наркотики. Вот, и в конце концов, уже сколько времени прошло, завели дело вот на этих полицейских, которые подбросили наркотики о превышении должностных полномочий. О, как, если бы он не бился, так бы их, это, с миром отпустили. Россия на экспорт, Антон Орех, обозреватель. Ну, интересно, вообще-то, статья, да. Россия в последнее время действительно нашла относительно выгодную нишу на мировой арене. Пользуясь идейной близостью ко всем этим фельдмаршалам. Ну, вот это на востоке, да, Ливия там и так далее. Нам с ними проще найти общий язык, чем так называемому цивилизованному миру. Да, интересно. Действительно, сейчас вот Путин лезет везде, вот, и вот насчёт Ливии, в частности, он рассуждает. Ну, приехали эти ливийцы. Ну, в принципе-то, ничего, ничего так, ничего, и они не договорились. И вот пытается там Россия где-то что-то ковыряться, кого-то мерить. Мы и 40 лет назад, как добрых знакомых, знали в лицо лидеров какой-нибудь Анголы, Мозамбика, Вьетнама и так далее. Мы им помогали, заботились о них, переживали. А что в собственных магазинах мяса не было, это пустяки по сравнению с мировой революцией. Да. Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар». Ну, тут коротенько. Лучший фильм. «Форд против Феррари. Ирландец. Кролик Джоджо». «Джокер. Маленькие женщины. Брачная история. 1917. Однажды в Голливуде. И паразиты». «Лучший режиссер. Мартин Скорцезе. Тодд Филипп. Сэм Мендес. Квентин Тарантино. Пон Джунг Хо». Картина «Дылда». Режиссера Кантемира Балагова, выдвинутая на премию от нашей страны, в финальный список не пошла. И так же, как мультфильм, он не может жить без космоса. И документальная лента Виктора Косаковского «Акварель». Все не прошло российское. Ну, жаль, конечно. В Нижнем Новгороде суд, блин, вообще АТАС, лишил регистрации фонд помощи детям, потративший более 45 миллионов рублей на ремонт храмов. Это фонд помощи детям собирали деньги и потратили 45 миллионов ремонтировать церкви. Вы можете себе представить, да? Хотя он так, по идее, по документам, он должен был обеспечивать поддержку, социальную реабилитацию детям-сиротам, детям с инвалидностью и из малообеспеченных семей. При этом деньги шли, в частности, на ремонт церквей, на оборудование классов для лекций по духовному развитию, покупку стиральной машинки, колонки и бензина. Да, ничего себе, фондик, да? Вот интересно, я на Дзен зашел и что-то задержался вчера. Почему дочь Марии Захаровой гражданка США? Опа! Да, она замуж выходила. Сейчас Захарова является директором департамента информации, печати, министерства, бла-бла-бла. Чрезвычайный и полномочный посланник первого класса. Ну, посылает она классно, да, это я даже как бы не спорю. С 2005 и до 2008 года Мария работала на территории США, где вышла замуж. Многие поговорят о том, что она могла тайно получить гражданство Штатов, однако в это верится с трудом. Но это вот просто рассуждает человек. Вот, и дочка у нее родилась там, да, в США. Получила она гражданство, не получила, ну, не знаю. Тут много вообще про нее. Ну, где и как прошла свадьба скромной Марии Захаровой. Ну, свадьба действительно была скромная. Я, по-моему, уже об этом когда-то рассказывал. Их расписали в посольстве РФ на территории Нью-Йорка. Вот, и фотографии здесь есть. Вот тут просто кусочек. Зачем мужчина слил фото? Ну, фотограф слил фото Марии Захаровой. Что с ним стало? Что, его расстреляли или что? Да нет. Он действительно слил фото в сеть. Вот, она его нашла, ну, естественно, нашла. Он вообще выложил в интернет весь свадебный альбом, да. И даже не попросил у них разрешения. И вот она его нашла. А он, знаете, как сказал? Он хотел доказать всем, что даже такая железная леди может быть женственной и нежной. Ну, и все, его никто не трогал. Вот, и полно-полно фотографий, комментариев. Чуть не стошнило. А нам уже подобно. Ну, не знаю. Ну, в общем, вот так. Просто поболтать. И тоже на Дзене интересно, почему супергерои носят парусы веселой расцветки не под одеждой, а поверх. И действительно, вот посмотрите на всех этих. Бэтмен, там, Супермен. У них всех трусы снаружи. Почему? Ну, я не буду вам рассказывать. Найдите эту статью, почитайте. Вообще, довольно интересно. Так, организаторы лотереи СТО ЛАТО отвергли обвинения в махинациях при розыгрыше миллиарда рублей. Не-не-не-не-не, все честно, все честно. Ну, я вам рассказывал, что она была связана с организаторами, так называемая победительница. Да, ну вот они подали в суд. Теперь не знаю, что будет. Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его жены отказаться от монашьих привилегий. Ну, а куда она денется? Неужели она будет выносить ссоры из СБ? Я даже читать не буду. Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана. То есть, он критиковал Эрдогана. Ему пришлось уехать. Ну, какой он, бронзовый призер чемпионата мира 2002 года. Ребят, просто-напросто он уехал в Америку. Ну, да, работает на такси. Что теперь делать? А из Турции его, ну, просто выдавили и все. Магазин моей жены забрасывали камнями. Моих детей оскорбляли на улице. Ну, и все, и уехал. Играл в Голтосарай. ПВО Ирана не отличило украинский. Боинг открыла эта ракета. Тут тоже интересно. Ну, да, вот это ПВО, я вам говорил, оно не различает совершенно. Ему вообще наплевать, что там летит, надо стрелять. Вот и все. Да, такие дела. В Иране рассказали. Там второй борт, оказывается, был еще. Катарские. И могли и в него тоже попасть. Но, 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 но. Он сразу запросил. Он увидел вспышку, запросил, что такое. И насчет него сразу пошла информация вот в этих. К этим ракетчикам его не тронули. А могли бы тоже дернуть. В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане. Ребята, огромная будет амнистия. Не только для воевавших, но тут ой-ой-ой. И обладатели госнаградные, совершеннолетние, беременные, мужчины старше 55-ти. В общем, огромная будет, вот, будет это самое, как они называют, скакуха, да, амнистия. И черт сколько народу выйдет из тюрьмы. Из тюрем. И, ребята, лето будет, как холодное лето 53-е, в это лето будет не очень приятно. Ладно, у меня все на сегодня. Там видно будет. До свидания. С вами доктор Влад. Пока-пока.